Друзья, как показал вопрос, ничего круче, чем стендап в сортире мы все равно не придумаем, а поэтому сегодня мы с вами в Бенхолле на концерте Биллис Бен. Более того, сегодня нам удастся поговорить с самим Билли Новиком. А вот сейчас вот этот кадр я выдирую и поставлю себе на все аватарки, все соцсети. Пойдем. И вообще это место однозначно большее по количеству девушек с выбритым черепом. Нот 12. Он считает, что это аргумент. Черненькие считать, я не знаю. Я не думаю, что черненькие от определения нот. Почему ты не играешь эти ноты, потому что они черные? Замечательно. Дорогие друзья, сейчас мы наблюдаем, как ведущий у нас развлекает посетителей заведения. Но мы-то понимаем, что бездна, харизма и очарования находятся с другой стороны от камеры. То есть здесь. Самое время кармической мести всем промоутерам на свете, то есть докопаться с вопросами к ним. Девушки, как работаете? Отлично. Чем вас сюда привлекли? Мы в пределах своей промо-акции, но мы будем здесь танцевать и развлекаться. Танцевать будете именно на этом пятачке? То есть есть смысл поискать людям, что самое интересное будет здесь? Мы будем танцевать и там, и здесь. А, то есть вы еще и на сцене появитесь? И там тоже. Мы не уходим после третьей песни, дорогие друзья. Но вообще есть среди вас фанатки этого коллектива? Или кто-нибудь, кто любит вообще джаст? Мы тоже в Биллисберге. Да, все. Буквально ехали и слушали. В Википедии попутно читали. Что? Кто? Биллисберг. Кто? Гир... Чую примерно так было. Нет? Ну, покажи меня в кадре. Меня? Нет, ему на прошлых съемках просто сказали, что он импотент, потому что он девушку во время переодевания не снимал. Он, видимо, решил оторваться и теперь не будет снимать меня. Что ж, друзья, видите, шестое чувство меня, как всегда, не обмануло. Кто такие Биллисберг, знаю, здесь только люди в той половине зала. В этом городе белых ночей и ветров, непризнанных гениев, шлюх и воров. Очень много коллективов, которые начинают что-то играть. И вот играют одну и ту же, один и тот же стиль, одно и то же содержание. Десять лет, двадцать. Десять лет подряд, да. Да, вот. То есть должна ли группа меняться или группа должна гнуть какую-то только одну свою линию? Мне кажется, что очень, ну, наверное, всем будет понятен пример с ситуацией, которая сложилась в мире между Биллом Гейтсом и, соответственно, компанией Apple. Одни продуцируют то, что, ну, как бы ширпотреб, а другие себе в минус занимались творчеством, чтобы было классно. И в конечном итоге теперь, вот, мне кажется, что постепенно продукция фирмы Apple начинает, она, наконец-то, уже оценена. Мягко говоря. Мягко говоря. А что касается творчества и музыки в частности, то, в принципе, мы хотели бы, ну, по крайней мере, я, я хотел бы научиться разговаривать на языке музыки. Точно так же, как мы говорим на языке, на русском языке или на английском языке. А дальше в каком жанре ты будешь работать, абсолютно не важно. Ты владеешь словом, да. Поэтому это непредсказуемо. Но, в принципе, общий вектор мне понятен. Надо учиться. Надо изучать буквы. Потом изучать слова, потом изучать фразы, потом изучать миниатюры, потом изучать рассказы, потом поэмы, романы. И постепенно, расширяя форму, в поисках более крупных форм, мы будем делать разные продукты. В общем, делать все, чтобы заслужить эпитафию. Да. А сегодня так же касались вопроса Тома Уэйтса. Он в кино-то светился. А вот как у вас планы? Увидим ли мы, лично вас или весь коллектив на экранах когда-нибудь? Мы на сегодняшний день можем себе позволить не заниматься тем, что нам неинтересно. Это большое счастье. Посмотрим, почитаем сценарий, посмотрим, есть ли там нам место, есть ли там возможность для творческого взаимодействия, есть ли там поляна, где мы можем реализоваться, чтобы мы работали с интересом. То есть главное, чтобы все было честно и от души? Главное, ничего честного тоже не надо. Честность – это тоже есть совесть. А честность, мы поем честные песни, это на самом деле все вранье. Никто честный и пеет. Ну, может, кто и поет, если нет. Ну, значит, главное, чтобы перед своей совестью. Главное, чтобы… Знаете, почему музыканты спиваются? Вот именно поэтому они спиваются от лицемерия, которую им приходится выдерживать каждый раз перед огромной аудиторией. Вот надо жить самим собой по совести. Не важно, чем ты занимаешься – музыкой или дворником ты работаешь. Просто все очень просто. Не надо врать лишний раз. Ну, за сим у меня все. Спасибо большое. А если врать, то с душой. Да. Если врать, то с душой, друзья. Друзья, я скачу, и шел в забор, чтобы весь месяц быть с тобой. Да, ты будешь с тобой.